Привет друзья! Сегодня мы говорим о пауках и рассмотрим 5 опасных ядовитых особей из нескольких тысяч обитающих на земле. Пауки – черные вдовы. Этот вид пауков распространен по всему миру и пользуется дурной славой. Укус вдов опасен для жизни человека. Особую опасность укус паука представляет для маленьких детей, больных и стариков. Вдовами их назвали потому, что после спаривания самки поедают самцов. Укусы черных вдов привели к летальному исходу больше людей, чем все остальные виды. Эти пауки любят заползать в человеческое жилье, где находят подходящие места для охоты. Оказавшись в крови, яд разносится по всему организму, вызывая сильные, стойкие, болезненные мышечные судороги. После того, как в 50-е годы от укуса австралийской вдовы было изобретено противоядие, смертельные случаи не наблюдаются. Сиднейский воронковый паук. Воронковый паук – один из немногих видов, способных причинить серьезный вред здоровью человека, а порой даже убить его. Одного укуса этого паука хватит, чтобы убить ребенка. Смерть, как правило, наступает уже через 15 минут. Яд содержит токсины, поражающие в первую очередь нервную систему человека. Интересно, что яд этого паука опасен только для человека и приматов, на остальных млекопитающих он не действует. Хотя после изобретения противоядия в 1981 году эти пауки никого не убили, согласно Австралийскому музею они остаются символом страха. Официально зарегистрировано 13 смертельных случаев от укуса сиднейского воронкового паука. Коричневый паук – отшельник. Обитает он на востоке США. Обладает очень опасным для жизни человека ядом, вызывающим некроз кожи и подкожной клетчатки. Прекрасно уживается рядом с человеком. Всего один укус может стоить вам жизни. Легкого укола и крошечной капельки яда достаточно, чтобы убить взрослого человека. Он не плетет паутины, вот почему у него такой сильный яд. Он успевает обездвижить добычу до того, как она удерет в какую-нибудь щель. Эти пауки часто проникают в дома, где прячутся в одежде, белье, за плентусами или картинами. Словом, в тех местах, которые соответствуют природным местам обитания этого паука. Обычно пауки в природе селятся в норах, расщелинах и под корой деревьев. Следующие два паука, хотя ядовиты, но не могут причинить человеку огромного вреда. Желтосумый паук. Обитает он практически по всей Европе, но встречается довольно редко, поскольку он очень пуглив и старается избегать встречи с человеком. Обычно эти пауки прячутся в листьях, свернутых в трубочку. Яд желтосумого паука довольно токсичен. После его укуса несколько дней может наблюдаться тошнота и головная боль. Получить укус от этого паука можно только случайно, по неосторожности. Европейские виды этих пауков не опасны, а вот после укуса южных видов долго остаются незаживающие нарывы. Тарантулы. Обитают они практически во всех теплых регионах мира. Относятся к паукам-долгожителям. Тарантул живет более 30 лет. Питаются тарантулы. Насекомыми мелкими земноводными могут нападать на мелких грызунов. Обладают токсичным ядом, являющимся смертельным для многих животных. Однако люди от их укусов никогда не умирали. На этом я заканчиваю выпуск. Надеюсь вам было интересно. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. До новых встреч на канале Черный Кот.